Друзья, коллеги, приветствую всех на своем новостном канале. Напоминаю, что новости мои можно смотреть в Facebook, YouTube и на Telegram канале MediaVision Magazine. YouTube это персональный канал, его можно найти по имени и фамилии Михаил Житомирский. Также, как всегда, буду признателен за лайки, репосты и ссылки на этот и другие выпуски, чтобы как можно больше наших коллег смогли посмотреть эти новости. Теперь, собственно, к самим новостям. Напоминаю, что на следующей неделе с 16 по 18 ноября в 57 павильоне ВДНХ пройдет выставка и конгресс, международный конгресс НАТ и выставка, сопутствующая ему НАТЭКСПО. Регистрация открыта, она идет, так что рекомендую зарегистрироваться для тех, кто этого еще не сделал. Кроме того, 18 ноября на территории киностудии АМЕДИА организаторы СПС проведут однодневную конференцию «Российские медиа в новых реалиях». Так что планируйте свое время. Ну и, наконец, началась регистрация на выставку НАВИ 2023, которая, напоминаю, пройдет в Лас-Вегасе с 15 по 19 апреля 2023 года. Надеюсь, к тому времени что-то улучшится, что-то изменится в лучшую сторону, и это поможет многим посетить это, несомненно, крупнейшее в нашей индустрии событие. Ну а теперь от новостей о выставках к новостям о новинках оборудования, а конкретнее о новой беззеркальной камере Sony Alpha 7R-V, ну или 5, кому как нравится. Камера получила совершенно новый процессор на базе алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Благодаря этому существенно повышена точность распознавания объектов и эффективность использования потенциальной камеры применительно к разрешающей способности. Новая камера способна распознавать объекты новых типов, например, транспортные средства и даже насекомых. Изображение формируется 35-мм CMOS-сенсором XMOR-R с обратной подсветкой. Разрешение сенсора 61 Мп. За обработку изображения отвечает процессор BionZ XR. Есть встроенная система стабилизации изображения по пяти осям. Стабилизация восьмиступенчатая. Все это дополняется режимом серийной фотосъемки со сдвинем на 16 пикселей. Серия затем совмещается на компьютере в приложении Imaging Edge Desktop в единое изображение максимально возможного разрешения. Эффективная автоматическая фокусировка тоже в наличии. Интересно, что в камере применена функция предсказания позы человека в кадре, опирающаяся на искусственный интеллект и машинное обучение. О фотохарактеристиках камеры можно говорить долго, но для аудитории этого канала актуальнее возможности применительно к видео. Максимальное разрешение видео 8К. Предусмотрен режим записи в формате XAVC HS, что транслируется в видеосъемку 8К 24P или 25P компрессии HEVC H265. Для съемки и записи в разрешении 4К можно выбрать один из двух форматов считывания данных сенсоров. Полнокадровый и супер 35 мм со скоростью съемки 60 или 50 кадров в секунду. Компрессия в данном случае XAVC SI, то есть только внутрикадровая, и XAVC HS. Разрядность 10 бит, цветовая субискретизация 4.2.2. На выход можно подать 16-разрядное изображение RAW, чтобы записать его на внешний рекордер, подключаемый по HDMI. Альфа 7R5 способна следить за объектом в кадре, поддерживая кривую гаммы S-Log3 с динамическим диапазоном не менее 14 стопов. Есть настройки цветового пространства S-Gamut, S-Gamut 3, S-Gamut 3, синий. Камера оснащена ЖК-дисплеем, который позиционируется по четырем осям. Дисплей сенсорный, что упрощает работу с камерой. Есть встроенный модуль Wi-Fi, он двухдиапазонный на 2,4 и 5 ГГц. По каналу Wi-Fi можно передавать медиаданные и осуществлять дистанционное управление камерой с компьютера. Эффективный отвод тепла от сенсора, процессора изображения и модуля обработки на базе искусственного интеллекта во многом обеспечен за счет применения инновационного сигмообразного элемента, изготовленного из графита. Он встроен в модуль стабилизации, не ограничивает перемещение сенсора и активно отводит от него тепло, делая это в 5 раз лучше, чем это было бы без него. Корпус камеры изготовлен из магниевого сплава, он легок и прочен. Блок затвора снабжен мотором с быстрым откликом, минимизирующим механические вибрации, способные вызвать смаз. Работает затвор тихо и имеет ресурс 500 тысяч срабатываний. Помимо дисплея есть OLED-видоискатель разрешения QXGA. Запись ведется на карты памяти CFexpress тип А, для которых есть два слота. Они также совместимы с картами SDXC, SDHC классов UHS-1 и UHS-2. Камера Alpha 7R5 поддерживает технологию USB Power Delivery, позволяющую подать питание от внешнего мощного источника, за счет чего батарею камеры можно зарядить втрое, а то и в четверо быстрее, чем от обычного зарядного устройства. Ну и наконец, многие материалы, примененные в камере, относятся к категории перерабатываемых, причем многократно, в том числе и пластмассы. Это говорит о приверженности Sony стратегии защиты окружающей среды. От новостей технических к новостям организационным. Они касаются одной из самых авторитетных и известных организаций в нашей индустрии – СМПТИ. Речь идет о назначении нового директора по развитию бизнеса и информационной работе, коим стала Мишель Райт. Она возглавит коллективы СМПТИ, занимающиеся маркетингом и продажами, сотрудничая с персоналом и волонтерами организации по управлению многоплатформенными маркетингом и информационными компаниями по привлечению новых членов и партнеров, обладающих различными знаниями и навыками. Это назначение вполне отвечает новому курсу СМПТИ, обозначенному новым же исполнительным директором организации Дэвидом Гриндлом, который одной из основных злободневных задач видит привлечение молодых специалистов и повышение интересов к СМПТИ в целом. Мишель Райт имеет богатый и разнообразный опыт руководителя продаж в сфере фармацевтики и биотехнологии, управления структурами здравоохранения, развития бизнеса компаний, входящих в Fortune 100 и международных некоммерческих организаций. За свою работу она отмечена многими наградами, в том числе за создание контента. В 2022 году Райт была признана газетой USA Today женщиной года штата Арканзас. Она активна на небе борьбы за равенство женщин в социуме и бизнесе. Мишель Райт отметила, что очень рада новой вехе в своей карьере и тому, что будет работать с отличным коллективом, в том числе с исполнительным директором Дэвидом Гриндлом и недавно избранным новым президентом СМПТИ Ренардом Ти Дженкинсом, первым афроамериканцем на этом посту. На сегодня все. Спасибо, что провели эти несколько минут со мной. Надеюсь, вам было интересно. Как всегда, буду признателен за лайки, репосты и ссылки на этот и другие выпуски. Следующая неделя обещает быть насыщенной. Я планирую как минимум два репортажа с выставки на ТЭКСПО 2022. Так что следите за новостями. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok